Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «При мудрости Иисуса Сына Сирахова», 44 глава. Прежде научив нас высылать хвалу Господу нашему, и в хвале этой никогда не насыщаться, ибо никогда она не может прийти в меру подлинного достоинства нашего Создателя и Спасителя. Теперь обращает наше внимание премудрый наставник на необходимость похвал и поклонения, благоговейного почитания и славных мужей и отцов нашего рода. Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Почему? Разве они боги, как говорят и сейчас еретики различных родов? Откуда это поклонение людям? И еще в Ветхом Завете внятно наставляет нас дух. Много славного Господь являл через них величие свое от века. Это были господствующие в царствах своих и мужи именитой силой. Иные самой властью стояли выше народа, но и на высоте власти не повредились от соблазнов, которые ей присущи. А иные, не имея величия царского, однако были имениты той силой духа, которая послужила к созиданию многих и великих дел славных. Они давали разумные советы, возвещали в пророчествах. Они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении. Мудрые слова были в учении их. Они изобрели музыкальные строи и гимны предали Писанию. И так не только государственные чиновники или высокие правители, достойно и премудро управлявшие народом, достойны прославления. Но и те, кто именем Господнем глаголали, пророчествуя о будущих временах, призывая к поклонению Господу своему. Но и всякие наставники в книжном обучении. А кроме них музыканты оказываются в числе тех достославных мужей, которые научали, складывая музыкальные строи и гимны, научали словословию Господа с помощью гармоний земных. «Люди, богатые, одаренные силою, они мирно обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между племенами своими, и во дни свои были славою». Слово «слава», принадлежащее Богу, в данном случае употребляется и в отношении этих людей. Они были славой во все дни жизни своей. Таким образом величает Господь всякого шествующего путем его. Они сподобляются не своей славы, но славы Господней. И в этой славе сами находятся как бы светом. Феофан Затворник приводит такой образ облагодатствованного человека. Металл, находящийся вне огня, представляет из себя кусок темный и тяжелый. Но тогда, как вносится он в огонь и воспламеняется от него, прокалывается им, то сам уже сияет подобно огню и источает огонь. И сам является светом, хотя мы видели, что светом он не является, а является куском железа. Но помещенный в благодать, но помещенный в огонь, сам становится как бы огнем. И до тех пор, пока находится он под действием этого огня, и сам становится источником, и остается источником света. Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их. И есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы не бывшими, и дети их после них. Не всем одинаково досталось почитание среди людей. Но это не умаляет достоинства тех, кто, будучи неведомыми нам по именам своим, однако велики у Бога. Потому и ты не бойся бесславия. Не ищи только на глазах человеческих прославлять Господа и быть величаемым от них, от людей. Но помни, что не пропадет никакая слеза и никакая скорбь у Бога, всеведущего и всезнающего. Но те были мужи милости, которых праведные дела не забываются. В семени их пребывает доброе наследство, потомки их в заветах, семья их будет твердо, и дети их ради них. Какое чудное, короткое, но ясное слово. Дети их ради них в соответствии с устроением родителей, пускай и бесславно, по земным измерениям, закончилась жизнь их, но доброе потомство их непременно отразит ту подлинную славу и достоинство, которая обреталась в предках. Семья их пребудет до века, и славы их не истребится. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды. Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. Если велика была хвала Ветхозаветной Церкви и храма Соломонова, то каково и насколько величественней та слава святых, которая для нас является в нашей Церкви, которые, уже сподобившись полноты благодати ради своего совершенного служения, Господу Иисусу Христу во славе Его пребывают, являясь чадами воскресения. «Енох угодил Господу и был взят на небо образ покаяния для всех родов». Как просто и ясно достоинство Еноха, благодаря которому он и смерти не увидел. «Это ли не пророчество, указывающее на грядущие судьбы Божии, низводящие на землю Спасителя, с тем, чтобы услышало человечество кроткое слово Его? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное, отверстие врата небесные, взойдите в них покаянием, исповедуйте имя Его и наследуйте Вечное Царство». Ной оказался совершенным, праведным. Во время гнева он был умилостивлением. И попустив погубление порочного рода человеческого, Господь не допустил смерти праведника, который со всеми родственниками своими и со зверьми был в Ковчеге чудно спасен от потопления. Потому, посему, сделался остатком на земле, когда был потоп. С ним заключен был Вечный Завет, что никакая плоть не истребится более потопом. Авраам — великий отец множества народов, и не было подобного ему в славе. В чем слава Авраама? Авраама явилась. И откуда начало ее? Из верующего сердца. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И доказал веру свою делами своими, а потому и получил обетование, что произойдет от него народ многочисленный, более чем песок морской, но еще более того, услышал праведник. «В семье Твоем благословятся все народы земли». Семя Авраамова по плоти. Родившийся Господь наш Иисус Христос и ставший благословением для всего рода человеческого. обещал умножить его, как прах земли, и возвысить семя его, как звезды, и дать им наследство от моря и до моря, и от рек до края земли. И Исааку ради Авраама, отца его, он также подтвердил благословение всех людей и завет, и оно же благословение почило на голове Иакова Израиля. Он ущедрил его своими благословениями и дал ему в наследие землю, и отделил участки ее, и разделил между двенадцатью коленями. Конечно же, для того, чтобы уготовить для самого себя место воплощению, место прихода к человечеству для его спасения. И произвел от него мужа милости, который приобрел любовь в глазах всякой плоти. И данный образ, на который указывает святой наставник на Моисея, который являлся прообразом будущего служения Христа Спасителя, который извел иудеев из земли рабства в землю обетованную, ибо и Господь из подвласти греха и смерти извел род человеческий в свободу чад Божьих и наследников Царствия Небесного. Потому и именуется в завершении сорок четвертой главы произведением от рода Израилева мужа милости, который приобрел любовь в глазах всякой плоти. Это же место вполне можно считать и мессианским пророчеством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok